Дифракция света Сегодня мы поговорим о дифракции света. Это одно из тех явлений, в которых явным образом проявляется волновая природа света, которая обычно скрыта от нас. Но в начале будет полезно, если вы посмотрите наш ролик об интерференции света, потому что в нем мы изложили некоторые основные идеи. А мы начнем с классического опыта по дифракции света на очень узкой щели. Хорошую щель с ровными краями можно изготовить из двух половинок безопасной бритвы. Поставим щель на оптическую скамью, включим зеленый лазер, и мы видим на экране характерную картину, которую, конечно же, лучше рассматривать в полной темноте. Мы видим яркую центральную полосу, а по бокам от нее более слабые боковые полосы, разделенные темными промежутками. А теперь возьмем щель переменной ширины и будем подводить под луч лазера ее разные участки. Когда щель широкая, дифракционные полосы получаются достаточно узкими. А когда щель становится все уже и уже, дифракционная картина не сужается, но, напротив, становится все шире и шире. Для объяснения этого опыта рассмотрим простую модель волн на поверхности воды, падающих на стенку с отверстием. По принципу Гюйгенса, все точки отверстия начинают переизлучать волны во все стороны. Эти волны интерферируют друг с другом, и за отверстием образуется характерная картина с главным центральным максимумом и более слабыми боковыми максимумами, разделенными полосами, где амплитуда волн падает до нуля. Посмотрим более внимательно на полученное дифракционное изображение. Мы видим, что все полосы имеют равную ширину, за исключением центральной полосы, которая в два раза шире остальных. Давайте разберемся, почему так получается. Пусть щель находится напротив экрана на расстоянии L от него. Поскольку ширина щели D очень мала по сравнению с расстоянием до экрана, нам будет удобно перерисовать щель совсем в другом масштабе. Все точки щели по принципу Гюйгенса работают как вторичные источники световых волн и излучают свет одной длины волны в одной фазе. Напротив щели на экране находится яркая полоса, потому что все переизлученные волны приходят на экран в одной фазе и, складываясь, усиливают друг друга. Теперь поговорим о том, как образуется первая темная полоса, находящаяся на расстоянии S от центрального максимума. Все лучи, идущие от разных точек щели к этой точке экрана, можно считать параллельными. Нарисуем их в укрупненном масштабе. И первая темная полоса на экране получается, когда разность хода между крайними лучами составляет одну длину волны. В самом деле, теперь на экран приходят волны во всех фазах от 0 градусов на одном краю щели до 360 градусов на другом краю щели. И для любой фазы волны найдется волна в противоположной фазе, и эти две волны при сложении гасят друг друга. У нас на чертеже образовались два подобных прямоугольных треугольника. Большой, с катетами L и S, и малый, с гипотенузой D и катетом λ. И мы можем составить пропорцию. В малом треугольнике катет λ так относится к гипотенузе D, как в большом треугольнике катет S относится к его гипотенузе, которая практически равна катету L, потому что угол напротив катета S очень мал. Теперь из этой пропорции можно выразить расстояние от главного максимума до первой темной полосы. S равно λ умножить на L и поделить на D. Следующая темная полоса получится из тех же соображений, когда разность хода составит две длины волны, три длины волны и любое целое число волн. И мы видим, во-первых, что расстояния между темными полосами равны, а главная яркая полоса имеет двойную ширину по сравнению со следующими полосами. А во-вторых, мы видим, что ширина полос тем больше, чем уже щель и чем больше длина волны λ. Мы можем изменять длину волны. Для этого вместо зеленого лазера поставим красный. Длина волны красного лазера больше, чем длина волны зеленого. И поэтому мы ожидаем, что ширина полос на дифракционной картине тоже будет больше. И в самом деле красные полосы получились несколько более широкими, чем зеленые. Так что на пять зеленых полос приходится примерно четыре красных. А что будет, если мы заменим узкую длинную щель маленьким круглым отверстием? Раньше дифракция происходила поперек щели. А теперь она будет происходить во все стороны одинаково. Так что мы увидим на экране кольцевую картинку. И действительно, на экране мы видим яркое центральное пятно, окруженное все более и более слабыми кольцами равной ширины. Причем угловой размер пятна приблизительно равен отношению длины световой волны к диаметру отверстия. На самом деле дифракция происходит не только на малых, но и на любых других отверстиях, например, на объективе телескопа. Каким бы идеальным ни был этот объектив, его разрешающая угловая способность не превосходит отношение длины световой волны к диаметру объектива. Чем меньше угловое расстояние между двумя звездами, тем сильнее сливаются их изображения. И с какого-то момента уже трудно будет сказать, одна это звезда или две. А теперь мы направим фотоаппарат на маленькую лампочку накаливания и поставим щель прямо перед объективом фотоаппарата. И вот какую прекрасную картину мы при этом получили. Теперь можно задать наш традиционный заключительный вопрос. Почему в этой дифракционной картине возникают радужные полосы? И куда исчезают синий и желтый цвета в удаленных от центра полосах? Ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к нашему ролику на ютубе. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!